приветствую вас на видеоканале доктор скачков если у вас есть хронический гастрит и вы хотите вылечить хронический в домашних условиях практически бесплатно то я врач диетолог натуропат борис скачко могу вам в этом помочь я в этом видео расскажу про один очень простой и эффективный способ лечения гастрита а именно вам нужно то всего знать как приготовить семена льна чтобы вылечить гастрит в домашних условиях и самое главное без опасных осложнений этот способ займет некоторое время я это видео буду писать одним куском поэтому вначале начну готовить семена льна прямо перед вами и пока настой семена льна будет готовиться я расскажу почему именно так и какие осложнения вы можете узнать если будете готовить несколько по-иному что мне для этого нужно мне нужны собственно семена льна мне нужна вода емкость который все будет происходить и так последовательность помещения очень важно берем емкость весной проводил профилактику а витаминоза остался флакончик хорошо что не выбросил для видео пригодился эти хорошие натуральные витамины производства германии примерно столовая ложка семян для попала первой далее беру воду стоит просто вода точно такая же вода в бокале заливаю воду бокал ждет своего часа крышечка подходит все нормально и что нужно делать дальше а дальше нужно делать простые движения вот пример то что я делаю сейчас перед вами почему я рекомендую готовить именно холодный настой семян льна чтобы вылечить гастрит мотивация очень простая семя льна на своей поверхности содержит слизь поэтому название лен слабительный слизь попадая вернее семя льна попадая в пищеварительную систему любого живого существа там всегда есть вода слизь набухает и семечко льна легко проскальзывает по всей пищеварительной системе и не существенно семя льна оказалась вы пищеварительной системе хищника у волка длина тонкого кишечника 3-4 метра либо человека где чуть длиннее кишечник примерно 8 метров с толстым 10 либо это травоядный либо жмачный у которых 30-40 метров толстого и тонкого кишечника не имеет большого значения как креативная тяга семя льна пролетает по кишечнику вызывает послабление и ни одно животное в целом виде не будет добровольно употреблять такие семена потому что эффективность пищеварения равна нулю они не знают что им уже проводить очищение кишечника а для людей такой способ также не очень приемлем но для того чтобы извлечь из семян льна именно ту слизь которая очень нужна для лечения вот уже делать пример то что я сделал залили водой комнатной температуры в емкости герметичной играетесь очень хорошо в такой такой способ применение приготовление семян льна использовать тем кто хочет похудеть хоть небольшая двигательная активность уже присутствует если вам эта цель не нужна вам уже просто извлечь слить семян льна то я вас уверяю заполнили такую емкость положили сумочку положили в бардачок автомобиля главное не забыть потом вытащить и в путь пока вы перемещаетесь движение будет и слизь семян льна будет извлекаться это самый простой и энергоэффективный способ приготовления семян льна что будет если по-другому часть экспертов значительная часть экспертов советует не морочите голову вам не нужна именно такая слизь залейте кипятком залейте в термос поставьте на водяную баню просто в кастрюльке нагрейте у вас получится густая шикарная слизь да я как фитотерапевт говорим точно каждом из этих способов у вас получится более густая слизь тем если вы будете готовить слизь семян льна именно таким способом как я рекомендую вместе с этой густой слизью вы получите еще как минимум два интересных компонента на оболочке семена льна семена льна очень вернее лен очень маленькое растение и с одного семечка вырастает растение а всего три семечки взамен и такая как бы невысокая эффективность при размножении семена льна компенсируется теми сюрпризами которые ожидают того кто съест семена льна каким-то способом неважно цельным либо разжуете не имеет большого значения потому что кроме слизи семян льна на оболочке есть цианогенный гликозид линии марин при термической обработке он слава богу не растворим холодной воде поэтому здесь в этом настое этого линии марина не будет и те опасности которые с этим связаны вы не вы с ними не познакомитесь стоит вам нагреть семена льна линии марин в горячей воде растворим более того он еще разрушается ладно бы он собственной персоной попал пищеварительную систему возможны варианты возможно он не навредил бы вам а он при термической обработке разлагается на три интересных компонента улюкоза в принципе неплохой компонент ацетон но элемент токсиком они такой бытовой и синильная кислота яд общее давитого действия который жестко нарушает обменные процессы в организме и вместе с слизью семян вы получаете еще этих эти два как минимум удовольствие да конечно если у вас очень болит желудок и вы хотите быстро убрать боль в желудке горячим способом готовить семена льна можно с нагреванием но только несколько дней циана гликозид убьет слизистую оболочку желудка она перестанет болеть у вас иллюзия чтобы вылечили гастрит как только вы после такого лечения гастрита перейдете на более серьезную пищу менее диетическую гастрит у вас может вернуться легко и просто потому что вы не вылечили свой гастрит а вы замаскировали проблему это две большие разницы закрыть глаза на горячий костер и потушить горячий костер это две большие разницы первый случай конечно быстрее а второй эффективнее поэтому только холодным способом настаивать семена льна цельные есть эксперты которые говорят что больше эффекта вы получите если будете измельченные семена льна каким-то образом готовить полностью с ними согласен конечно там белки там углеводы крахмал там жиры а в жирах ненасыщенные кислоты а в жирах жирорастворимые витамины витамины группы b все прекрасно но в семь раз больше доза синильной кислоты потому что вы семь раз больше цианогенного гликозина находится внутри семечки если цельные семена дают вам только 15 процентов от того что находилась семена то измельченные получите все 100 иными словами все эти действия негативные только увеличиваются да конечно слизистая желудка болеть будет меньше согласен с вами полностью но здоровым клеткам нужен кислород раковым клеткам кислород не нужен что делает синильная кислота она блокирует окислительное фосфорилирование химики знают что я говорю правду для всех остальных скажу очень просто вы едите какую-то пищу для того чтобы извлечь заложенную в ней энергию солнце что вы делаете в вашем организме должно произойти окислением кислородом изликли энергию солнца изликли молекулы от и в которую вы используете на ту вид деятельности которую вы хотите только здесь оказался цианогенный гликозид лини марин окислительное фосфорилирование закончилось излечение энергии закончилось энергию ваш организм не получает а какой орган критически скажет все ребята я в ауте не имеет значения сердечная мышца перекачивает за сутки 15 тонн крови от 10 до 15 такую гигантскую работу нужно иметь возможность выполнить и нужно иметь резерв энергии а даже самое здоровое сердце самого здорового спортсмена имеет запас питательного веществ на одно-два сокращения если вы не обеспечили правильным питанием свое сердце а начинается правильное питание от выбора продуктов питания которые попадают в ваш желудок и первый этап серьезный этап переваривание пищи состоится именно здесь если у вас гастрит он уже не состоится если вы убили свою слизистую пусть на время синильной кислотой ну это ваш выбор но я бы советовал несколько по-иному потому что страдают все страдает не только слизистая желудка будет страдать и ваша иммунная система и конечно есть эксперты которые рассказывают утверждают да я ем семена льна уже не первый год и ничего и все прекрасно конечно все прекрасно потому что вы видите только вершину айсберга вас нет вирусных бактериальных грибковых инфекций явных и это здорово но организм ваша иммунная система именно с ними справилась а вот онкоклетки раковые заболевания чаще всего дают симптоматику на третьей стадии нулевая первая и вторая стадии проходит бессимптомно и только случайно можно выявить рак на этих стадиях я знаю о чем говорю более 10 лет назад опубликовал такую простенькую книжку рак профилактика ранняя диагностика который обозначил разные факторы риска и вероятность развития онкологии в том или ином органы и системе книга пока есть вот она за моей спиной находится предупрежден вооружен если вы знаете эту информацию я я за вас покоим если не знаете ну вы либо рискуете либо можно заказать книгу пока она еще в доступе есть пока еще можно ее добыть ну а слизь семянная продолжаю добывать таким простым способом просто перемешивая потому что слизь находится напомню на поверхности вода подошла слизь набухает около семечки льна теперь шапка слизи что я делаю мне уже эту шапку смыть новой порции воды подошла новая водичка опять набухание опять экстракция пошла все очень просто только нагрели тут же пошла опасность почему рекомендую именно такой объем потому что тут примерно порция на два раза для взрослого человека и очень удобно слизь семя льна особенно летом она быстро может прокиснуть бактерии тоже могут съесть для того чтобы продолжать лечение вне дома вот таким способом легко и просто это сделать как принимать слизь семян льна я продолжаю пока заниматься экстракцией как же принимать количество очень важно одни советуют 50 миллилитров 100 миллилитров до еды безусловно если у вас встрет то есть у вас есть боль в области желудка связанные с и едой вы съели манную кашу слизь семян льна кстати тоже может быть но она мягче работает в этом плане надежнее вот любую диетическую пищу либо какую-то жареную пищу вас боль в области желудка ощущение камня и народного тела будет связанная с едой это основной признак проявления гастрита может быть тошнота и жога тут уже разные варианты отрыжка это уже сопутствующие самый главный как правило слизистая воспалена ощущение камня в желудке будет поэтому принимать если вы хотите вылечить гастрит всегда обволакивающие перед едой количество вот имеет огромное значение говорят 50 30 100 миллилитров я скажу по-другому 23 небольших глотка иными словами маленький ребенок у него 23 глотка это один объем взрослый мужчина у него 23 глотка это другой объем у них и желудок разный разную поверхность семей поэтому 23 глотка за 5 10 минут до приема пищи до каждого приема пищи режим питания должен быть 56 а может быть и более раз и нужно вам бояться боли в желудке вам нужно обеспечить другое частоту попадания слизи семян на ваш желудок которая попадает желудок первое обладает обволакивающими свойствами вы видите она вязкая вязкая жидкость будет стекать по слизистой желудка образовывать каркас защитный от содержимого содержимое может быть желудочный сок может быть соляная киста может быть что-нибудь иное на защиту вы получили особенно в тех местах где есть воспалительный процесс слизь семян ля там меняет свою конфигурацию она прилипает поверхности и вы получаете физ процедуру кто лечил когда-нибудь суставы знает что такое парафин азокерит что такое глина может быть иными способами можно утеплить сустав здесь слизь семян льна делает то же самое азокерит вы не проглотите парафин тоже а слизь семян льна легко и просто попадая в желудок прикрепляется к воспаленной поверхности у вас создается интересная ситуация она создает эффект согревания слизистая воспаленная теряет тепло тут он потерять его не может усиливаются обменные процессы идет заживление и в данном случае лечение хронического астерита пошло более интенсивным конечно после этого после того как обволакивающее противовоспалительное и мягкое антисекреторное действие слизь семя льна выполнил по отношению к желудку она попадает кишечник и здесь вы получаете два интересных бонуса первое слизь усиливает перистальтику кишечника и у вас идет очищение кишечника и некоторые виды запоров вы можете таким образом вылечить вы получаете несколько больше от этой слизи она обладает продолжает впитывать влагу в кишечнике и выполняет роль детоксиканта мягкого это не жесткие сорбенты это мягкий энтеросорбент растительного происхождения здесь получается у вас еще одна интересная тема ведь ваш гастрит поддерживали те токсины которые вы по знанию либо по незнанию либо по нежеланию применять некоторые особенности здорового образа жизни лично к себе впустили свой организм несущественно вы не знаете как правильно дышать несколько десятков вариантов правильного дыхания в зависимости от вашего уровня здоровья есть на моем другом канале школа доктора скачко вы не знали как правильно пить воду на этом канале десятки видео на тему как же пить воду в разных ситуациях вы не знали как правильно питаться чем правильно питаться вот это все если тут попали какие-то токсические вещества то выделяясь с кровеносной системы через листы и желудка на вашу еду они поддерживают здесь воспаление не существенно какая еда практически несущественно существенно сколько токсина находится у вас крови все едят одинаковую пищу желудок болит по-разному кого-то болит у кого-то не болит кровь чистая желудок не были крови есть токсины любая еда даже овсянка слизистая вроде кашка не должна раздражать и она будет вызывать воспалительный процесс поэтому очень важно правильно очищать организм слизь семя льна это делает если вам нужно несколько больше могу предложить такой пробиотик 12 если вам нужны оптовые цены не вопрос пишите в почту подскажу как купить по оптовым ценам принимать не перед едой а принимать fiber boost это клетчатка принимать после приема пищи количество зависит от вашей вашего организма и от работы кишечника учитывая то что часто при гастрите вы кишечнике возникает дисбактериоз то клетчатки я бы советовал давать еще пробиотик 12 вот эта комбинация которая позволяет убрать любые бактерии патогенные подавить 12 штаммов сапрофитных позволяют это сделать поэтому тут все прекрасно это можно делать если нужны оптовые цены пишите звоните ну а слизь продолжает извлекаться что я могу еще сказать количество даже вот два три глотка могут быть изменены зависимости от работы кишечника продолжительность курса прием опять таки зависит не от того сколько слизи вы пить и здесь и сейчас насколько токсины находится вашем организме и способны выделяться через слизистую оболочку желудка поддерживая воспаление поэтому не пишите а сколько мне пить неделю две не знаю чем хуже вас был образ жизни чем меньше он был похож на здоровый тем дольше придется лечиться но такой способ лечения он очень простой ну и что мы получили на выходе не знаю все закрыто для меня это ящик пандор черный ящик я не знаю что тут будет я догадываюсь что слизь должна извлечься сколько не будет не знаю возьму бокал проверим но чувствую вязкая среда есть если видите вязкость присутствует не вода выливается такой не хочет выкапывать ну по сравнению с той водой которая была исходна видите за такой короткий промежуток времени слизь появилась конечно те кто говорят что нужно готовить с нагреванием они приготовят за это же время более насыщенный раствор напомню синильной кислотой а этот раствор этот настой семян льна чист и невинен в плане токсикологии он безопасным способом поможет вам вылечить гастрит в домашних условиях без осложнений потому как особенно полезно тем кто экстремально лечил свой желудок например использовал пищевую соду либо перекись водорода либо другие не самые простые для желудка вещества которые могли убить слизистую и в данном случае вам нужно первое убрать воспалительный процесс то есть лечение гастрита перевести в ремиссию а дальше в состоянии ремиссии правильно использовать свой желудок дозированно раздражая его разными компонентами лучше растительного происхождения для того чтобы ваш желудок работал правильно и работал на вас они на потогенную микрофлору кишечника разницу улавлены когда в пища в желудке перевариваются хорошо потогенная микрофлора кишечника лодные если пищу в желудке вы не переварили по какой-то причине потогенная микрофлора в кишечнике у вас активно развивается и вам нужно вновь вносить свою систему и клетчатку и пробиотик для того чтобы поддерживать работу своего организма на максимально оптимальном уровне вот на этом я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а если вы считаете что ваш гастрит вы можете теперь вылечить я вас уверяю ваши друзья знакомые родственники также не лишены этого удовольствия у них есть тоже гастрит в разной стадии обострения посоветуйте это видео пусть возьмут его на заметку в закладке и в случае если гастрит обострится легко и просто применить именно эту информацию для того чтобы вылечить гастрит и дальше пользоваться желудком правильно если вы считаете что информация достаточно полные полезно вы получили информацию как приготовить семена льна как правильно использовать в зависимости от вашего индивидуального скажем так индивидуальной потребности и как вылечить гастрит без осложнений без риска развития рака подавление секреции желудочного сока всегда создает щелочные условия в желудке и ведет к атрофическому гастриту следом идет рак желудка нельзя увлекаться даже слизью семян на она не вызывает такие осложнения но вслед за тем как вы вылечили обострение хронического гастрита перевели гастрит примиссию здесь он желудок использовать правильно здесь листья семян для вам уже не очень нужно другие средства например продукты на основе алоэ вера это один из способов раздразнить ваш желудок заставить его переваривать пищу лучше но безопасным образом для почек эта продукция безопасна для почек у нее есть сертификат который показывает что хроническая почечная недостаточность после даже длительного употребления таких продуктов вам не угрожает отличие от других препаратов или продуктов на основе алоэ вера вот на этой позитивной ноте я все-таки это видео буду заканчивать с привычный подписчикам моих каналов словами крепком здоровье и разумного нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео можете поставить на это видео лайк думаю что это видео лайка достойно а я подумаю как лучше написать следующее видео публиковать на своих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram до новых встреч